Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как правильно расположить цимбидиум, чтобы он долго радовал нас своим цветением. Родины цимбидиума, влажные тропики Азии, это Китай, Япония, это влажные места Южной Америки. И не просто влажные тропики, а горные районы. Цимбидиум – наземная орхидея. Эта орхидея растет не прикрепившись к веткам деревьев, а растет непосредственно в земле под полугом тропического леса. Поэтому цимбидиуму нужно много света, но свет должен быть не прямой, яркий, но рассеянный. Цимбидиум нужно поставить на подоконник, но зимой и осенью ему подойдет южное окно, а летом южное окно его погубит. Поэтому переставляем его на северное или восточное окно. Но обязательно должно быть много света яркого, но не прямые солнечные лучи. Если есть проблемы с освещением, и листья становятся темно-зелеными, это сигнал о том, что ему света не хватает. Нужно обеспечить обязательно дополнительную подсветку. Лист сам скажет, хватит ему света или нет. Вот мы смотрим, здесь лист такой желтоватый-зеленый. Это говорит о том, что цимбидиума света хватает. А когда, повторюсь еще раз, лист темнеет, это сигнал о том, что цимбидиум нужно много света. Без достаточного количества света растение расти будет плохо. Поэтому обязательно следите, чтобы было достаточное освещение. Нужно ли пересаживать цимбидиум после покупки? Вообще у орхидеи есть такое правило. Пересаживают их только когда возникает необходимость, когда растение практически начинает вываливаться из горшка. В цветущем виде орхидеи не пересаживают вообще. И орхидеи крайне тяжело переносят любую пересадку. Орхидеи может даже в течение двух лет не цвести после пересадки. Поэтому пересаживаем орхидею. Когда она уже полностью заполнит пространство горшка, ей будет тесно, она отсюда будет вываливаться. Либо какой-то экстренный случай. Тогда мы пересаживаем орхидею. Как вы заметили, цимбидиумы продаются в непрозрачных горшках, потому что это наземная орхидея, и корням свет не нужен. Поэтому для пересадки цимбидиума нужно также брать непрозрачный горшок. И обязательно пластиковый горшок, потому что корни любой орхидеи имеют такую структуру, что они присасываются к керамике, они врастают в нее керамику. И в дальнейшем, если вы будете ее пересаживать, эти корни просто придется обрезать. А это очень большой стресс и болезненно для растения. Берем пластиковый горшок, обязательно с дренажными отверстиями. Очень удобно вот такие двойные горшки, когда вот здесь дренажного отверстия нет, а вот здесь дренажное отверстие есть. Вот такой горшок не совсем красив, а он вставляется в кашпо и прекрасно себя в нем чувствует цимбидиум. Почва для цимбидиума. В продаже часто бывают разные почвы, и здесь написано орхидея, и здесь перечислены многие виды орхидеи, и здесь. Но в отличие от фаленопсиса цимбидиум растет в почве, и субстрат ему нужен более тяжелый. И вот если мы здесь посмотрим, вот два пакета, здесь у нас кора и сфагнум, а вот в другом у нас кора, торф и сфагнум. Вот именно наличие торфа очень желательно для цимбидиума. Если мы сейчас откроем пакет, посмотрим его содержимое, то мы здесь найдем мох, сфагнум. Мы здесь найдем кору, и кора для цимбидиума должна быть мелкая, вот примерно такой фракции. И дальше торф. Торф должен быть среднекислый, потому что цимбидиум любит кислую почву. Вот именно такой состав, когда мы его смешаем, будет оптимальным для пересадки цимбидиума. Но можно добавить еще немного древесного угля. Еще раз повторюсь, наличие торфа обязательно, потому что цимбидиум – наземная орхидея. Цимбидиум – житель горных районов, и климат тех мест характерен тем, что там большой перепад дневной и ночной температуры. И для того, чтобы завязалась цветочная почка, и вообще для того, чтобы хорошо цимбидиум рос, ему нужен перепад дневных и ночных температур не меньше 6 градусов. Например, если днем плюс 20, ночью должно быть плюс 14. Если мы ему обеспечим вот такой режим, тогда будет все нормально. Очень трудно в городской квартире это сделать, поэтому на лето цимбидиум очень хорошо выносить открытый воздух, когда ночные температуры установятся примерно на уровне плюс 12 градусов, и заносить их домой, когда температура будет также плюс 12 градусов. Ниже уже не надо. Цимбидиум имеет ярко выраженный период покоя. В зависимости от сорта растений он может быть либо зимой, либо осенью, либо весной. Когда растение уходит на покой, у него вот эта бульба, которая вот сейчас цветет, вот такая бульба, она начинает коричневеть, и вот эти листья отпадают. Это нормальное состояние, ее удалять не надо, но в это время цимбидиум ставят в прохладное посмещение, как раз где температура 14-12 градусов, и резко сокращают полив. Помещение должно быть светлым, не то что куда-то там его под ванну или куда-то поставить. Помещение должно быть светлым, прохладным, и поливают его два раза, умеренно поливают два раза в неделю. Вот в таком виде цимбидиум будет находиться до тех пор, пока у него не проклюнется, не начнет образовываться новая бульба. Вот после такой холодной и сухой зимовки и при соблюдении разницы ночной и дневной температур не менее 6 градусов, цимбидиум у вас обязательно зацветет. Вот такие наши советы помогут вам получить снова вот такие крупные, красивые, мощные цветоносы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова